Всем привет! Вы на канале Жизнь в кето. Бла-бла-фьюзинг Анна. Добро пожаловать на мой канал. Это у меня сегодня одно из тех видео, которые можно назвать «Признаюсь». Ну, то есть, как бы проблема нарастала. Какое-то время ушло на её осознание. Потом уже, вернее, на её, на то, что и выследить её. Потом, значит, на её осознание. Ну, и потом это, может быть, и там ещё и долгая игра в прятки, в смысле, с самим собой всё это происходит. Ну, и сейчас уже, как говорится, уже факт налицо, очевидный, так сказать, данный мне в, так сказать, в измерительных приборах. О чём речь? О том, что изначально, с самого начала своего похудения, я понимала, что у меня есть, ну, скажем так, как, в принципе, у многих, у тех, кто приходит к большому весу, какая-то одна, максимум две такие уже сильные, яркие проблемы, через которые приходят, собственно, все эти лишние килограммы. Их, на самом деле, небольшой комплект таких проблем, да, вот, как бы, да, таких, таких точек преткновения, скажем так. Вот, и у меня их, как минимум, ну, две-три точно, но основная тоже, она и самая большая, это одна такая, я уже её озвучивала не раз на своём канале, это именно вот эти вот постоянные желания, что-то себе в рот закидывать чисто, вот, ну, даже не от голода, даже не от скуки, а даже, сказать, от безделья, допустим. Ну, то есть, мимоходом я вижу какую-то еду, я просто автоматически её, значит, себе в рот закидываю. Причём в разные моменты это может быть разный объём еды, если совершенно это дело не контролировать, то этот объём может быть просто вот бесконтрольно огромным, как говорится, под несколько килограмм за год легко нажирается таким образом. При этом такой человек, вот, как я, я по себе могу сказать, оглядываясь там, сказать, да что ты ела? Да я вчера ничего такого не ела, да вообще, что там вот было-то там всего лишь? Пол-ложки того, пол-ложки сего, пол-ложки вот этого, вот этого, вот этого. И в итоге, короче, если пересчитать все бутерброды, сожженные за прошедший день, то просто, как говорится, можно было упасть бы в обморок от ужаса. Но быстро там мозги тоже находят себе там какие-то оправдания, да нет-нет-нет, вот, и всё это, в общем, короче. И, опять же, я на своём канале об этом рассказывала, о том, что на самом деле вот эти привычки, которые вас привели к тому, к чему вы сейчас пришли, допустим, да, что бы это ни было, похудение ли это, или потолстение, или какая-то другая категория, не знаю, там, другой аспект жизни, да. Ну, то есть, что бы ни было, это то, вот всё, вот это к чему, господи, всё это привело вас к тому, что у вас сейчас есть. И, соответственно, как правило, эти привычки, они никуда не деваются, сколько бы времени ни произошло. Это вот к вопросу о том, что бывших алкоголиков не бывает. Единственное здесь серьёзное, такая уже, такой момент важный именно в том, что алкоголик, в принципе, без алкоголя жить возможно, ну, физиологически, да, вот, чисто, так сказать, по здоровью, да, вот. Ну, а без еды никак вообще жить невозможно, и всё равно еда каким-то образом должна некоторое количество её в нас попадать, и, соответственно, вот, как бы совершенно отказаться от еды, как от чего-то такого ненужного, не приходится об этом мечтать. Ну, есть, конечно, там разные странные категории товарищей, но мы даже их обсуждать здесь не будем. Вот, поэтому единственный способ, это вот с такой привычкой в моём случае, во всяком случае, бороться, это именно контролировать. В чём здесь прелесть кета, и в чём его огромнейший, для меня, я считаю, максимально вообще возможный бонус, и кета необходимо лично мне именно в этом плане, именно в том, что оно даёт совершенно особую сытость, особое чувство насыщения, особое такое чувство удовлетворяющей сытости, которое вот с этой привычкой очень-очень-очень помогает бороться. И, в общем-то, в основе моего похудения на 50 килограмм лежит именно это. То есть, собственно, кета плюс интервальное голодание. Интервальное голодание – это и является вот такой вот штукой, когда в моём случае однозначно вот эти все перекусы, они снимаются. Но я опять же повторюсь, к сожалению, привычка эта, она, ну, как бы, она, ну, фактически, наверное, врождённая. То есть, я без этой привычки себя не помню вообще, не то чтобы она в какой-то момент вдруг появилась, да. То есть, всё, что я помню о себе, это было связано именно с всегдашним желанием что-то есть. И даже вот в какой-то момент ты понимаешь, что кета тебя очень-очень насыщает, ты вроде бы совершенно не хочешь есть, особенно на строгом кета, когда ты в глубочайшем, так сказать, кетозе находишься, это действительно так. Но это не значит, что если бы я себя лично не контролировала совсем в этом плане, так сказать, волевым усилием, да, силой внушения, силой, опять же, вот этого всего, то я бы всё равно бы где-то всё равно что-то бы подъедала. И, к сожалению, контроль такая штука, его очень сложно держать всю жизнь. И так или иначе, где-то вот с годик я могу сказать, что, ну, опять же, в связи с каким-то стрессиком в моей личной жизни год назад произошедшем, ну, почти год назад, вот эти вот какие-то подъедалки по чуть-чуть, скажем так, себе разрешаешь. Вот чуть-чуть вот орешек, чуть-чуть два орешка. А потом я уже смотрю, а у меня уже там три-четыре орешка, да, ну, в смысле, там, арахиса или три-четыре семечки я уже закидываю, уже не по одной, а по три-четыре семечки, так мимоходом где-то пробегая. Что радует в этом плане? Радует то, что всё моё подъедание происходит в рамках разрешённых продуктов кето-еды. Ну, потому что хотя бы то, что здесь играет, опять же, такую важную роль именно то, что всё-таки я ем, пытаюсь вот это вот заглушить, вот это вот ощущение, да, вот эту привычку какими-то продуктами, которые, ну, жирные, насыщенные, что я понимаю, что они, вот это чувство голода, вот как бы они его ещё больше активируют, они не дадут мне вот там вот это вот впасть в какую-то вот просто, так сказать, закидывание вот этих углеводов ужасных. То есть вот в плане того, что углеводов, отказаться от углеводов и не использовать в этом случае именно углеводы, то есть быстрые, тем более, речь про быстрые углеводы, она, слава богу, вообще кето всё полностью закрывает. Но вот эта вот сложность контролировать вот это вот постоянно вот это вот ощущение и не давать себе никаких вообще вот этих разрешений на совсем ни к чему, ни вне приёмов пищи, там у тебя по режиму расписанных, что-то, как говорится, себя закидывать. Вот это самое сложное. Это, наверное, единственный аспект, где можно сказать, что я применяю свою силу воли в этом плане. Это вот единственный аспект кето в диете в моей нынешней и так далее, где эта сила воли, она всё-таки, несмотря на годы, она необходима. В моём случае это однозначно. Где-то с год я вот так вот чуть-чуть начала поедать, ну, так где-то на скидку, но это где-то 100, может быть, максимум 100, 120, ну, я не знаю, там, в самых таких ужасных моментах, 150 килокалорий в день я вот так вот всё-таки где-то подкидываю в себя. Ну, и ещё это всё, естественно, стало очевидным уже, так сказать, на весах. Если, допустим, где-то год назад я говорила, что мой вес колеблется в районе, допустим, 70-72-73 максимум килограмм, да, допустим, то где-то в середине года это уже было 72-74, и сейчас, о, ужас, я уже вижу, что вес у меня колеблется в районе 74-75 и даже почти до 76 килограмм. То есть вообще вот эта цифра больше 75, она меня просто повергает в шок, и всё, вот, как говорится, пошло-поехало. Поехала это я к тому, что я вот буквально сегодня я себе урезала 200 килокалорий в надежде, что это всё-таки таки скажется на моём, так сказать, вот, на моём вот этом всём. Ну, потому что мне вот эти вот на самом деле вот даже вот вроде бы небольшие килограммы, но 3-4 вот эти 5 килограммов, я бы хотела, что где-то всё-таки в районе 70 было. Они мне вот, ну, доставляют такое вот неудобство, вообще вот как бы, ну, вот дискомфорт, они меня нервируют, я бы даже сказала. Вот. Если бы в районе 70-72 килограммов, то, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, и слава Богу. Что ещё здесь хочу сказать? Ещё, конечно же, не только фактор вот этого всё-таки. Я так думаю, что не только фактор того, что я вот это всё-таки подъедаю где-то по 100 в среднем килокалорий в день имеет значение. Ну, и, конечно же, всё-таки уже, соответственно, возраст там мне уже 51 год, 52 год пошёл. И, соответственно, проведённая в октябре прошедшего года гинекологическая операция, которую мне там всё почикали. В общем, короче, естественно, бесследно такое всё равно так или иначе не проходит. Всё прошло успешно, слава Богу, как говорится, дурью маялась два года вместо того, чтобы всё это сделать уже давно. При этом мой гормональный фон не пострадал в целом. Ну, в плане того, что у меня климакса как такового ещё, вот как бы, ну, я во всяком случае не наблюдаю. То есть всё в этом плане функционирует, всё эти вот циклы, да. Хотя при этом, на самом деле, после операции два с половиной месяца у меня, значит, цикла не было. И, честно сказать, я уже так перекрестилась. Думаю, ну, и чё уже, как говорится, всё равно уже рано или поздно это должно было произойти. Думаю, и слава Богу, как говорится. Но не тут-то было. Всё, как говорится, понеслось. И, опять же, чуть ли не вообще всё, как говорится, по минутам, по часам всё как положено. Ну, хотя это не факт, что дальше продлеваться это всё может быть достаточно так всё, вот так вот, периодически всплесками, я так думаю, я так уверена. Но, во всяком случае, УЗИ показывает меня, что у меня там всё функционирует. При этом, как бы, проблемы, допустим, забеременея, допустим, я уже не могу чисто физиологически. Но при этом гормональный фон и, соответственно, выработка вот этих всех эстрогенов и так далее, она всё-таки происходит. Но при этом сама операция, так или иначе, как бы я там ни переживала, или переживала, или вот эти вот циклы, вот это вот всё, оно всё равно на нервах, как говорится, всё равно всё это отражается. И всё это отражается, конечно же, на том, что через стресс какие-то происходят сбои, опять же, тот же вот этот вот, даже вот этот гормональный, может быть, какой-то сбой. Это всё отражается, как говорится, на внешности, это всё отражается на весе, на отёке, на пищеварении, в общем, на всё отражается. Ну вот сейчас, поначалу я этого не осознавала, но вот сейчас, по прошествии уже, соответственно, сколько, трёх с половиной месяцев после операции, да, раз, два, три, три с половиной, да, ровно, ровно три с половиной. Можно сказать, я сейчас сделать вывод, что уже всё вот застабилизировалось, всё-таки вот эти последствия, они были вот эти три с половиной месяца практически, и сейчас вот я считаю, что я вошла, так сказать, ну вот, ну то есть последствия эти уже всё. И в прямом, и в переносном у меня даже никаких шрамов не осталось, то есть там даже с трудом можно найти где-то какие-то следы, как эти, как прыщик от комариного укуса такой вот, вот, и в том числе именно внутренние, то есть опять же, вот этот вот гормональный и так далее. Я делала контрольные там, как говорится, анализы и УЗИ и так далее, ещё там где-то через месяц, да, ну а сейчас я уже чисто по самочувствию могу констатировать, что вот всё, вот именно я уже, так сказать, вернулась, вот все последствия уже, они закончились, да, это они неизбежны даже хотя бы того же самого общего наркоза, последствия всё равно они должны были бы быть. Вот, я считаю, что сейчас всё нормально, всё замечательно, как говорится, живём, радуемся, живём дальше, это не значит, что будет всё прям, как говорится, голубое-зелёное, но я думаю, что всё будет замечательно и самое главное, вот этот перманентный стресс, который у меня был на этом фоне два года, он уже исчез. Но, соответственно, это всё равно отражается, и вот эти вот последствия двухмесячные всё равно уже пережитывания, всё равно отражаются. На самом деле стресс и какие-то нервы и переживания, они зачастую плохо нами осознаются, или мы их не осознаём, когда находимся в процессе, и можем их осознать только, когда мы уже, ну что-то какая-то перемена в пространстве произошла, да, то есть какая-то произошла, ну сдвиг, да, вот этот, тогда мы уже понимаем, что мы, оказывается, тогда, когда мы думали, что у нас всё в порядке, у нас всё вот это вот, как говорится, было-то не очень-то и хорошо. То есть в сравнении что-то вот увидеть мы можем только в сравнении, в сравнении своих анализов, в сравнении своё самочувствие, мироощущение, и даже тупо, как говорится, настроение. Ну и вот, но я чувствую, что всё-таки всё равно, несмотря на то, что цикл у меня сохраняется, какие-то изменения в этом плане гормональном тоже всё-таки происходят. Ну потому что хотя бы я ловлю себя на таких моментах, в которых я вообще раньше не, вообще ни в себе не, не было у меня раньше такого. Ну что это, например? Ну, например, я начала, наконец-таки, в 51 год уже, так сказать, на грани климакса, и я узнала, что такое ПМС. Вот можете себе представить. Я понятия не имела, что такое ПМС. ПМС для меня было раньше. Это даже нечто позитивное, потому что у меня в это время, вот за там пару дней до, так сказать, цикла, это, наоборот, прилив сил и такой энергии, или там даже, я бы сказала, позитивного настроения, когда у меня всё прямо в руках, как говорится, горит, всё получается, всё вот так вот прямо быстро-быстро-быстро решается и происходит. То сейчас у меня вот такое вот, я так поняла, что это оно, потому что у меня появилась какая-то некая такая совершенно немотивированная вот фактами, какая-то такая раздражительность. Ну то есть это вот уже, это вот первые признаки вот этого всё-таки гормонального чего-то и вот этого всего предминструального, предпмэ, господи, предклимактерического вот этого нечто. Потому что вот это вот, не то, что это не смена настроения, а именно какая-то вот совершенно нема... Тебя всё бесит, всё раздражает, всё, тебе хочется взорваться. И это происходит именно вот прямо вот, когда вот это вот приближается, так сказать, причём на пике именно вот где-то дня за два до вот этого всего. Ой, ну хотя бы в этом плане я надеюсь, что вот опять же, как говорится, климаксу можно только порадоваться, потому что я думаю, что это тоже опять же всё пройдёт, когда это, как говорится, пройдут эти все дела. У них есть свои позитивные моменты, но есть и вот это вот всё. Что ещё я не задела в данном случае в видео? Ну то есть я рассказала вот это самое, про похудение, про то, что... Ну то есть, в общем, момент такой чисто вот физиологический, он сложный, 51 год, вот этот вот пред-пред-пред-климактерический, и потом это будет ещё происходить каким-то образом, неизвестно, каким образом это будет происходить, я ничего об этом не знаю. И сравнить меня это опять же не с чем. Ну в общем, как бы, поживём-увидим, и вы об этом узнаете первыми, как только это всё дойдёт у меня, вот это, так сказать, до сознания. Поэтому, если вы не подписаны, подпишитесь на мой канал, я обязательно всё здесь, это всё расскажу, что, где и как. И если у вас есть какие-то вопросы или собственный опыт, вы можете поделиться, как это всё дело немножечко, ну как бы безмедикаментозно, как бы это немножко стабилизировать, и всё это, и выйти из этого ровненько. Большое будет моё спасибо, если вы что-то такое сможете предложить. Поэтому пишите предложения, вопросы, комментарии, ваши идеи по этому поводу, у кого какие были сложности с этим и так далее, и так далее. Я имею в виду климакс, вот это вот опять же проблемы с похудением и так далее, на фоне, опять же, климакса. Вот, и всем привет, пока-пока. Кита рулит. Магия вечна. Всем привет, пока-пока. До встречи на моих каналах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok